А зачем вообще нужна хорошая память, когда у каждого человека сегодня в кармане 128 гигабайт просто идеальной памяти? Вот так фотографируешь, расширяешь, виден каждый пиксель. Ты записываешь аудио, слышно себя прекрасно. Более того, слышно другого человека, если ты записывал аудио с ним. Так нужна хорошая память либо нет, когда есть доступ к любой информации сегодня? А выясняется то, что знание и доступ – это две совершенно разные вещи. И разница в результатах будет как день и ночь. Представьте, вы общаетесь с китайцем. И вы либо знаете китайский язык, и вы понимаете человека. Вы можете чувствовать его. Вы можете реально прогрессировать в разговоре и очень быстро улавливать, что он имел в виду, что он хотел сказать, и какие у него были мотивы к этому. Или у вас есть доступ к разговорнику, который мало то, что замедляет весь ваш разговор и полностью отвращивает вас с собеседника, потому что вы ему неинтересны. И все, что вы знаете, просто как с большой задержкой перевести некоторые фразы с одной стороны туда. Выясняется, что иметь реальные знания, иметь доступ к знаниям – это две диаметральные разные вещи. И в этом мире, в котором мы так быстро предложили принимать решения, в котором так много решений, иметь знания, иметь доступ – это буквально как иметь все и иметь больше ничего. И память сегодня – это одна из ключевых деталей, из чего состоят наши знания. У всех выдающихся людей, буквально у всех, хорошая, развитая память. Илон Маск, он в детстве перечитал всю литературу. Билл Гейтс, много читает, учится до сих пор. Воррен Баффет, это ученик, который проводит за газетами, за новостями более 8 часов в день. Все умнейшие люди этого мира учатся и много информации потребляют. Не имело бы никакого смысла им много читать и учиться, если бы у них не было очень хорошей памяти. Давайте предположим, что мы поверили в том, что нам нужна хорошая память. А зачем еще она мне нужна, кроме того, что Билл Гейтс, Воррен Баффет и Илон Маск это делают? А затем, что представь себе ситуацию – ты достаточен. Тебе не нужен телефончик в кармане, тебе не нужен компьютер. Ты достаточен сам по себе. Какое же это спокойствие, зная, что я могу положиться на себя, и я достаточен. Это вызывает некоторого рода гармонию с собой такого уровня, что после этого ты не суетишься. Ты не принимаешь поспешных решений. И спешка в решениях – это одно из самых худших состояний, которые приводят к ошибкам в этих решениях. Далее. Если мы возьмем человека, у которого память постоянно ухудшается, и когда мы не отрируем память, она у нас таки ухудшается. Когда память ухудшается, мы умнеем или тупеем. Мне кажется, ответ очевиден – мы тупеем. Так вопрос простой. Мы хотим умнеть или тупеть? Выясняется, нам нужна хорошая память, и мы должны делать те активности, которые память у нас улучшают. Потому что человек с хорошей памятью обладает огромнейшими рядом преимуществами тем, которого этой памяти нет. Из чего память состоит? Я слышал разного рода гипотезы, учения, как память своего развития. Ешьте много голубики, ешьте много омега-3. Знаете что? Если вы проснете с утра и следите мертвую мышь, то вы запомните это событие на всю свою жизнь. Потому что у памяти есть три компонента. И только эти три компонента влияют на развитие нашей памяти и на ее состояние. Компонент первый – это впечатление. Компонент второй – это ассоциация. Компонент третий – это повторение. Впечатление. Мышь съел, помнишь, на всю жизнь. Потому что это впечатляет нас. Каждый из этих трех компонентов фактически, что он делает? Он отсеивает информацию, как ненужную для мозга. Мозг не хочет собирать в себя разного рода информационный мусор. Он тоже заботится о своей чистоте, о своей экологии. И чтобы не проникла ненужная информация, он берет только то, что его впечатляет. Впечатляет. Впечатляет меня? Значит, это новое. Мне это надо, я должен это знать. Я должен готовиться к этой среде, адаптироваться к ней и воспринимать новую информацию, поступившую из этой среды. Ассоциация. Если то, что я сейчас изучаю, никак не связано с тем, что я знал до этого, то это получается неестественное продолжение вектора моей жизни. Это можно отбросить. Мне это не надо. Мозг старается запомнить только то, что он может связать с тем, что он знал до этого, потому что он не хочет постоянно менять вектор своего движения. И повторение. Если вдруг что-то однажды впечатлило, но это не повторяется достаточно в нашей жизни, какой смысл нам это помнить и удерживать памяти постоянно? Это просто ненужная информация. Каждая из этих стадий впечатление, ассоциация и повторение просто отсеивает ненужную информацию и пропускает через себя только та, которая мозгу действительно нужна. Теперь отдельно по каждому из этих пунктов. Как мы можем развить это впечатление? Что же нам нужно, чтобы впечатлялись гораздо больше? Простая вещь. Первое. Понимаем, что мешает впечатлению. Это стресс. Стресс мешает впечатлению больше всего, потому что стресс – это привычка бояться. И когда человек стрессирует очень много, у него настолько завышено впечатление от того, что он боится, что то, что нужно выучить, всегда гораздо ниже по уровню впечатляемости на его сознание. А значит, он не может этого запомнить. Как только человек убирает стресс, и та информация, которую он хочет выучить, она становится выше по уровню впечатляемости, все сразу легко. Он начинает запоминать. У него сразу мозг просыпается. Почему? Все очень просто. Он научился впечатляться. Я расскажу вам историю, которая прекрасно показывает, как реально развивается память людей. Я учился в медицинском институте, закончил его. На курсах анатомии мне очень повезло. У меня был, наверное, один из самых лучших преподавателей, в том плане, что он очень верил в практику. Я прекрасно помню с анатомией. И анатомия – это один из самых трудных вообще предметов. Выучить анатомию и сдать экзамен по ней я сегодня приравню к знанию нового иностранного языка. Так много там разных названий на латыни, так много там разных фиссур, я уже сейчас перевяжу, щелочек, трещинок, маленьких, маленьких отросточков. И ты должен каждый из них знать, который из них куда переходит. Это огромное количество знаний, которые люди, очень многие отсеиваются именно на экзамене анатомии в медицинском институте, потому что он тестирует твою память. Должен быть фактически киберорганизм, чтобы запомнить все это. Так вот, я помню прекрасно костно-мышечную систему. Почему? Сейчас узнаете, почему. Я помню ЖКТ, желудочно-кишечный тракт. Я очень плохо помню с института центральную нервную систему. Я выучил ее позже, когда уже учился сам. Так вот, ЖКТ, наше первое занятие. Преподаватель заходит в наш кабинет с мешочком. Он открывает мешочек и высыпает на стол позвонки. Давайте соберем позвоночник. Он был где-то на раскопках, на каких-то останках. Он собрал останки реального человека. И мы собирали его. Он отмыл эти позвонки, но там были все еще какие-то... Они были грязные, они были серенькие, черными какими-то такими вмятинками. И мы трогали эти позвонки, мы думали об этом человеке. Мы чувствовали его. Я до сих пор помню, из чего стоят эти позвонки, как их нужно было построить. И это меня впечатлило. Что он сделал? Он использовал, прекрасно использовал первый компонент впечатления. Когда мы учили ЖКТ, мы должны были пойти в морг и достать ЖКТ из человека. И ты эти вещи запоминаешь. Это очень хорошо помнится. А центральная нервная система, которую я не помню с института, это был плакат на стене, с множеством разных названий на латыни, которые просто промелькнули мимо, как ненужная для мозга информация. Первый компонент – впечатление. Если мы не впечатляемся, мозг отсеивает информацию как ненужную. Люди, которые сегодня ведут очень скучный образ жизни и фактически разучились впечатляться, они атрофировали свою память. Она буквально схлопнулась, потому что первый же этап впечатления у них получился неактивный. Для того, чтобы запомнить любую информацию, нам нужно впечатление. Идем дальше. Вторая стадия – это ассоциация. Мозг также фильтрует информацию, и он не хочет запоминать того, что ему будет не нужно в будущем, что не связывается с тем, что же в памяти есть. Давайте я скажу вам сейчас в порядке теста. Мы сейчас принем с вами тест. Сможете ли вы запомнить шесть слов на итальянском языке? Я не знаю сам итальянского. Я знаю, может быть, там две-три тысячи слов на итальянском. Немного грамматики. Хватает для понимания, но этого не хватает для разговора. Итак, шесть слов на итальянском языке. Слово первое – панталонии. Означает штаны. Запоминайте. Слово второе – медуза. Это медуза. Слово третье – монета. Монета. Четвертое слово – тенере. Тенере – держать, удерживать. Пятое слово – фаре. Фаре – делать. И шестое слово – комплиану. Комплиану – это день рождения. Как вы думаете, эти шесть слов, их одинаково запомнит русский человек и американец? Расскажу вам историю. Однажды я с моей подругой Джесси, мы едем в машине, и сзади едут девочки, на которой она взяла шефство. Девочкам по 14 лет. Мы много общаемся. Разговор заходит, кто, откуда родом. И девочки меня спрашивают, Алекс, where are you from? Алекс, ты откуда? Я говорю, I'm from Russia. Я из России. И тут девочки, затаившись немного, с паузой, спрашивают, Алекс, where is Russia? А где Россия? И я впервые столкнулся с таким вопросом. А как я им это объясню? Я говорю, Россия – самая большая страна в мире. Где Россия находится? Они опять-таки смотрят и не понимают, а где находится Россия. Я тогда не нашел лучшего ответа, как сказать им, что Россия возле Китая. И мне кажется, они показали, сделали вид, что они якобы понимают, где это. Когда я спросил Джесси, ну ты-то должна знать, что Россия – самая большая страна? Она говорит, все еще. То есть вот, ну это американцы. Когда я спросил Джесси, много ли она путешествовала, она ответила, да, очень много. Я была во всех 50 штатах. Вот, кстати, для изучения языка это очень важно. Любить культуру и хотеть понимать эту культуру больше. Это одно из самых главных факторов. Это то, что будете впечатлять больше. Эта история была вам рассказана, вам, мной, для того, чтобы отвлечь ваше внимание. До этого были шесть слов. Давайте проверим, помните ли вы все из них. Слово первое были брюки, штаны. Помните их? Ну или-ка помните? Панталони. Слово второе было слово медуза. Запомнили? Медуза. Слово монета были монета. И вы их запомнили. А вот слово держать, вы помните? Шансов меньше. Тенери. Слово следующее у нас было делать фаре. И слово следующее день рождения. Кто-нибудь, хотя бы один человек, вот если вы не знаете итальянского языка, вы не знаете английского, вы запомните слово день рождения? Вот, видимо, из десятков тысяч людей посмотрят такое видео. Никто не запомнил. Комплиано. Так вот, для американца последние три слова были бы гораздо легче, чем первые три. Потому что монета, панталони, медуза, для него ничего не говорит. Монета по-английски будет coin. Медуза будет jellyfish. Панталони будет pants. Первые четыре буквы похожи. Pants, но pants, панталони, их можно запомнить. Но это не как для нас просто панталоны, штаны. А вот далее три слова. Tenere. Tenor по-английски. Tenor это должность для профессора в институте, которая за ним остается всегда. Это, кстати, прекраснейшая вещь в американских колледжах и вузах, когда профессор получает tenor, и получает он только за выдающее достижение. Его больше не может уволить никто. Ни ректор, ни завкафедрой. Никто не может уволить профессора с tenor. И это позволяет ему заниматься настоящим творчеством и обучать людей, как он считает нужным. Он эту должность удерживает. Tenere. Удерживать. Это очень похожее слово. Fare. Делать по-итальянски. How did you fare on your exam? Как у тебя fare получилось на твоем экзамене? Это буквально похожее слово по-английски. Комплеану. Комплеану – день рождения. Комплит – ану. Комплит – полных лет. Анум – по-английски это годы финансовой тематики. Pure annum – за год. Это доходность компании. Читая любой финансовый отчет, вы видите там слово pure annum – за год. Три слова другие были очень удобны для американца. И три слова первых были очень удобны для нашего человека. И давайте как по-задорнову. Это они тупые или мы такие тупые, что не можем запомнить те три слова? Никто не является тупым. У нас просто разные ассоциации. И по-разному работает мозг. Мы намного легче запомним все то, что каким-то образом сочетается с тем, что мы знаем до этого. И мы приходим с вами к выводу, что наша память очень сильно зависит от того багажа, который в памяти уже находится. Чем больше мы знаем, тем легче нам запомнить. Представьте ситуацию, как легко запомнить ту же самую две-три тысячи итальянских слов, когда ты знаешь и русский язык, который в многом похож на итальянский некоторых выборочными местами, и английский, который похож на 70% буквально с итальянским языком. Да просто читаешь слова, и после первого раза ты уже их помнишь. Фактически, чтобы запомнить американцу итальянский язык, произношение трудно. Понимать его трудно. Ты не чувствуешь его, и оно по-особенному произносится. Но прослушав один, два, три раза любое слово, ты просто запоминаешь его. Потому что он легко ассоциируется. И, кстати, если вы учите английские слова, вы учите, что бы вы там ни изучали, ассоциация – это один из самых простых ваших способов, к которому вы обязаны прибегать каждый раз. Я помню, как я ассоциировал слова, когда я учил английский. Сейчас я не помню всех ассоциаций, но я учил по 50 слов в день. Это было трудно, у меня была бессонница. Часто много это было, но я с графикой не сходил. Шесть дней в неделю я изучал по 50 слов каждый день английского языка. И в воскресенье я повторял все, которые выучил до этого. Я придумаю сейчас примеры некоторых из моих ассоциаций, которые были. Я помню слово, интересное одно слово, я его с тех пор даже ни разу не встречал. Крушен. Крушен – это по-английски карась. И как его запомнишь, крушен, как он никак не помещался в мою голову. Я представил себе огромный такой пруд, из пруда выныривает такой огромный карась. Он говорит, а кругом плавает огрызкий груш. Он говорит, груши ем, ну вот люблю я их. Крушен. Груши ем, ну вот люблю я их. Это полная ерунда. У нас работало, и мозг эту вещь запомнил. Я помню, как я запомнил слово «эклипс». «Эклипс» – это затмение. Я взял клипсу, клипсу какой-то девочки. Я просто смотрел на солнце, так закрывал его, так. «Эклипс», «Эклипс», «Эклипс». Говорил себе многократно. Я запомнил это слово. И таких слов в моей памяти очень много оказалось, но я их запоминал. Иначе запомнить 50 слов в день было бы невозможно. Со временем ассоциации фактически отпустили уже. Они растворились, и я не помню даже этих ассоциаций. Некоторые вот, как такие вот самые яркие, я запомнил. Сейчас я просто говорю слова, я их слышу. Я понимаю смысл, и мне не нужны никакие ассоциации больше. Но поначалу эти ассоциации были очень нужны для того, чтобы слова запомнились. Второй пункт памяти – это ассоциации. И для того, чтобы ассоциации были сильными, нам нужно иметь первое – это хорошую базу в своей памяти. И второе – иметь креативность, все это придумать. Фактически, сегодня многие люди в моем окружении говорят, что Александр, у тебя просто феноменальная память. У тебя память феноменальная. Знаете, что я считаю? Что память у меня далеко не феноменальная. Ну, может быть, я вложу на топ-10% по памяти, но не топ-1% для феноменальной памяти. Но в чем возможно и превосхожу очень большую часть людей – это в креативности. Я всегда могу, и этот мозг как-то сам изворачивается и придумает такую хитрую ассоциацию, и можно запомнить что угодно. Я до сих пор помню телефоны моих школьных друзей. Я расскажу, как я это сделал. Я еще в школе ходил на разного рода курсы улучшения памяти, и на одном из курсов меня научили ассоциировать букву к каждой цифре. 1 – это была цифра, это была буква N, 2 – это было V, 3 – это T, 4 – это Ч, 5 – это P, 6 – Ш, С – это 7, 8 – это M, 9 – это D, и 0 – это L. 0, L, да. Так вот, потом, чтобы запомнить любого рода цифру, я просто ассоциирую эту… я выстраиваю буквы и ассоциирую цифру с этими буквами. Я запомнил телефон одного из моих друзей, которого вот сейчас просто я его достану из памяти. мы не видели с ним наверняка 30 лет, и я сейчас с ним преувеличиваю. Я 30 лет не набирал его номера телефона, но я помню картинку, я помню картинку этого моего друга, как он, я себе представил эту картинку, он лежит в ванной, в которой плавают помидоры. Я знаю регион города, где он жил, это была цифра 5. 5 относится к этому региону города, к этому региону. Далее, ванная – это 21, помидоры – это 58. 5-21-58 – это телефон моего друга со школы. Я только что его с памяти достал. Этот метод ассоциаций. Есть разные роды ассоциации, они есть метод замка. Вы можете расставить в вашем мысленном замке, в разных комнатах разные предметы и запомнить, где что у вас лежало, чтобы ничего не забыть. Вы можете запомнить последовательность событий, вплоть до 100 событий разрозненных и предметов, просто в связях с историей. Метод истории. Когда я, кстати, пошел на курс улучшения памяти в школе, я пропустил несколько дней учебы, и классный руководитель меня спросил, а где ты почему-то отсутствовал, где ты вообще был, у нас с ней были трения. Я говорю, я ходил на курс улучшения памяти, чтобы лучше помнить то, что вы здесь говорите. Хорошо. Это вызвало большой конфликт тогда, может быть, из-за этого сарказма, но я сказал, хорошо, у вас в шкафчике хранятся ваши открытки, давайте их достанем. И там была вот такая пачка открыток. Я говорю, давайте мы сейчас сделаем следующее. Вы мне сейчас покажете открытку, каждую из них по три секунды, потом убираете их. Вы можете после этого перетусовать. Сзади напишите циферки. Я их соберу в том же порядке, в котором мы были в самом начале. И я это сделал. Как я это сделал? Я просто из этих открыток выстроил свою историю. Я смотрел на открытку, я придумывал новый шаг в истории, потом был новый шаг, новый шаг. И фактически, когда я эти открытки собирал в прежний порядок, я просто собирал эти открытки по тем шагам, которые были в моей истории, которые я придумал. И когда история развивается постепенно, она обычно очень последовательна, потому что она ассоциирует нас. Очень рекомендуется для развития именно ассоциативной памяти читать книги. Это очень важно, потому что в книгах информация дается именно послойно. Она слоевая. Одно происходит на основании другого. И как ни странно, TikTok, платформа, которая создана для впечатления нас так сильно, она очень плохо влияет на ассоциации, потому что да, она впечатляет, но там нечего, не с чем ассоциировать. Мы не учимся навыку ассоциации новой информации на основании прежней. Пойдем дальше. Повторение. Повторение также фильтрует ненужную информацию. Повторение, если вы обучение строите правильно, самое правильное повторение, когда вы совершенно естественно в новом контексте встречаете то, что вы учили до этого. Если вы архитектор, то проектируя новые здания, проектируя новые сооружения, вы встречаете то, что вы знали в ваших новых заданиях. Если вы учите языки, то вы просто продвигаетесь дальше, вы читаете новые тексты, вы слушаете новые рассказы, новые истории, смотрите новые фильмы. И в новых фильмах, в новом контексте вы встречаете то, что вы до этого уже выучили. И встречать в новом контексте означает, что вы будете заново впечатлены, у вас будут строиться новые ассоциации в новой ситуации, и вы также будете заниматься повторением. И никто не отменял дисциплину в повторении. Возникает разумный вопрос. Как же еще можно больше улучшить память, кроме как научиться впечатляться правильно, вставлять эмоции в то, что учишь, уменьшить дозу стресса? Как можно улучшить память еще больше, кроме как придумывать ассоциации креативно? И кроме как выбирая правильную программу, в которой повторение встречается естественно, и вырабатывая дисциплину. Знаете что? Вот я люблю методы, я называю это методы поручика Ржевского. В одном из анекдотов, когда поручика Ржевского спросили, поручик, как вы так сближаетесь с женщинами? Он говорит, а я их, и я с ними сплю. Говорит, это сближает. Так вот, мой метод развития памяти вполне простой. Выучите иностранный язык. Просто возьмите его и выучите. И вы не можете выучить новый иностранный язык, если вы не вырабатываете заново ваши впечатления, если вы не строите новые ассоциации, и вы не понимаете, как работает повторение. Когда вы это сделаете, ваша память драматически улучшится. С вами был я, Александр Герасименко. До встречи. Спасибо.